Фасциолюс – печеночный гельминтос коров. Фасциолюс – болезнь крупного рогатого скота, вызываемая паразитированием в желчных ходах, реже в поджелудочной железе крупных плоских червей. Патология сопровождается резким уменьшением продуктивности, выбраковкой печени, падежом скота, особенно молодняка. Эпизоатологические данные болезнь встречаются повсеместно, а в южных регионах регистрируется несколько видов возбудителя. При массовом заражении приносят большие убытки из-за потерь продуктивности, снижения удоев и среднесуточных привесов, удлинением. Сервис периодов – выбраковкой внутренностей и падежом. Характеристика возбудителя – в нашей стране и государств ближнего зарубежья распространены два вида фасциол – обыкновенная и гигантская. Ф. Хипатика отличается от жигантика только размерами и регионами распространения, первая повсеместно, а вторая только в районах с теплым климатом. Также тело гигантской особи покрыто шипами. Обыкновенный возбудитель фасциолиза КРС имеет следующую характеристику – длина до 3 см, ширина до 1,2 см, окраска темно-серая. Внутренние органы имеют выраженное ветвистое строение, яйца овальные золотистого цвета, узкий полюс яиц снабжен крышечкой. Ф. Развитие паразитов происходит с обязательной сменой хозяев. Взрослые особи обитают в печени, желчных ходах крупного рогатого скота, а также других домашних и диких животных и человека. Половой зрелости гельминты достигают за 3 месяца и могут существовать в организме хозяина до 10 лет. В течение всего этого периода паразит выделяет в желчные пути яйца, которые вместе с пищевым комом попадают во внешнюю среду. Яйца обладают повышенной устойчивостью к внешним факторам и созревают только при благоприятных условиях – 20-30 градусов. Выход личинки первой фазы происходит на 12-20 сутки только в дневное время. Эта лярва обладает способностью к активному передвижению и при приближении пресноводного брюхоногого моллюска внедряется в его печень. В организме улитки личиночная стадия проходит ряд превращений и за несколько месяцев выделяет до 1000 циркариев, которые становятся инвазионными уже во внешней среде. Адолескарии могут прикрепляться к траве, либо оставаться в воде и ждать прихода коров. Животные заражаются при поедании травы с низинных участков и при водопое из зараженных водоемов. Распространение болезни происходит при выпасе на пастбище коров, не прошедших лабораторную диагностику и профилактическую дегельминтизацию. Немалое значение в сохранении популяции паразита представляют и дикие животные. Вспышки болезни наблюдаются при использовании неокультуренных участков для выпаса скота. В первую очередь, это пастбище в низинах и поймах рек. Заболоченная местность представляет широкую кормовую базу для промежуточного хозяина пресноводного моллюска. Способствует увеличению зараженности и погодный фактор, глобальное потепление, увеличение количества осадков. Количество зараженных животных и тяжесть патологии уменьшается с продвижением на север. В более холодных регионах улитки погибают или приостанавливают свое развитие на большую часть года. Особый бич болезнь представляет в Ставропольском, Краснодарском крае, Астраханской области. Методы диагностики изменения в организме коровы связаны с жизнедеятельностью паразитов. Фасциолы травмируют кровеносные сосуды, слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, желчные ходы. Клинический болезнь чаще проявляется в виде воспаления пищеварительной системы, а при диагностике находят участки покраснения в кишечнике и кровоизлияние. Клиническая картина проявления заболевания связана с количеством попавших в организм крупного рогатого скота возбудителей фасциолиза. При высокой интенсивности наблюдается острое течение, также возможно при истощении и наличии хронических болезней, у телят, взрослый. Скот обычно переносит хроническую форму. Личинки плоских червей, попав в кишечник, через длительное время, 2-3 месяца, завершают свое развитие. После этого происходит миграция паразитов, через кровеносные сосуды, сквозь брюшную полость. Возбудители нарушают целостность стенок кишечника и работу печени. Это приводит к проблемам с пищеварением, у коров наблюдают, разжижение каловых масс, тимпании рубца, ухудшение аппетита. Болезненность печени при проникающей пальпации, водянку брюшной полости. Главный признак фасциолиза – желтушность слизистых и кожных покровов из-за нарушения работы печени. Хроническое течение сопровождается общими системными изменениями. Ухудшение лудоев, снижение привесов. Шерсть становится ломкой и тусклой, копытный рог приобретает матовый оттенок. У стельных коров возможны аборты. Периодические изменения в работе ЖКТ – поносы, запоры, гипотонии и тимпании. Лабораторное исследование поставить диагноз можно изучением проб каловых масс из прямой кишки. Препарат готовят методом последовательных смывов. Для этого сливают несколько раз на досадочную жидкость после отстой и изучают полученный осадок. Петли берут каплю препарата и наносят на предметное стекло и накрывают другим. Яйца обнаруживают при малом увеличении, а изучение препарата на среднем объективе позволит дифференцировать возбудителя. В профилактических целях пробы отбирают выборочно у 10% стада. Диагностику следует производить дважды в год. При подозрении на заболевание производят вынужденное исследование. Патологоанатомические изменения при падеже или в случае вынужденного убоя в организме коровы находят следующее изменение – малокровие. В сосудах имеются крупные сгустки, в брюшной полости скопление жидкости, печень увеличена, печеночный край закруглен. Капсула покрыта точечными кровоизлияниями, желчные ходы выражены, возможны участки воспаления, обнаруживаются взрослые особи паразита. Лечение для терапии фасциолиза разработано большое количество препаратов. Их подбирают с учетом течения заболевания, физиологического состояния коровы и стадии развития болезни. Препараты для лечения фасциолиза КРС наименование препарата лекарственная форма дозировка. Кратность применения особые указания Ацемидофин 10% водная суспензия для перорального. Введение 0,15-0,20 грамма КГ по действующему веществу однократно готовят перед лечением, убой запрещен. На 15 суток дертил таблетки 0,04 грамма КГ, таблетка на 100 килограмм, однократно запрещается. Лечение лактирующих коров Урсавермит, суспензия 40 мл, 100 килограмм однократно перед кормлением. Убой через 4 недели, удойным животным давать не следует фасковером препарат для подкожного или внутимышечного введения 1 мл, 20 килограмм однократно убой запрещен на 2 недели, в течение этого времени молоко используется на хозяйственные нужды гексихол-порошок для дачи с кормом 0,3 грамма КГ. Однократно следует добавить с корм поваренную соль, в 2 раза больше препарата, и исключить из рациона бродящие корма на сутки, да и после и вомек раствор для инъекции 1 мл, 50 килограмм однократно. Убой через 28 дней, удойным коровам запрещен десалан-порошок для дачи с кормом 15 миллиграмм. КГ однократно лактирующим коровам давать не следует, убой через 4 недели. Профилактика и меры борьбы. Основываются на особенности развития паразита. Важно прервать цикл превращения фасциол и предупредить заражение животных. С этой целью рекомендуется устранить возможность заражения промежуточных хозяев, мелиорация земель, обустройство водоотводящих каналов, дренирование почвы, использование препаратов против моллюсков, сульфат меди, гашеная известь, выпас коров на культурных пастбищах, смена участков для выпаса каждые 2 месяца, дегельментизация коров трижды за пастбищный период. Наиболее редкие случаи заболевания выявляются при круглогодичном стойловом содержании с применением в игульной площадке. В течение летнего сезона, коровы получают зеленую массу только с культурных лугов, свободных от заболоченных районов. Для предотвращения попадания яиц во внешнюю среду следует проводить профилактические дезинфекции коровников. Биотермическому обеззараживанию подвергается навоз. Запрещается вывозить свежий навоз на поля, так как происходит заражение кормовых растений. В хозяйстве необходимо проводить лабораторную диагностику кала. Ее осуществляют дважды в год при переходе на летнее содержание и перед постановкой в зимнее стойло. Отбирают пробы от десятой части всего стада, при выявлении яиц паразитов проводят вынужденную дегельминтизацию и дезинфекцию помещения. Похожая тема комментарии и обсуждения.